МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С нового года в Казахстане изменился порядок обеспечения препаратами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Отныне искать по городу аптеку и необходимое бесплатное лекарство не надо. Все можно получить в аптечном киоске при поликлинике. Это крайне важно и удобно для пациентов с несколькими заболеваниями. Раньше им приходилось колесить по разным аптекам, каждая из которых занималась реализацией препаратов по отдельному недугу. Теперь в пункт при поликлинике будут поступать препараты по всем наименованиям заболеваний, имеющимся в перечне гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. В 2017 году в рамках бесплатного амбулаторного обеспечения выписано и освоено лекарственных препаратов на 8 миллиардов 700 миллионов тенге, что не покрыло полную потребность населения города Астаны. В 2017 году было обеспечено 98,5 тысяч человек, что на 8,5 тысяч больше, чем в 2016 году. Немаловажный момент. Единым для всей страны поставщиком отныне выбрана компания СК «Фармация». До этого поставщики определялись лишь посредством тендера, результаты которых не всегда устраивали его участников. Как следствие, возникало немало споров, чаще всего судебных, из-за которых поставки останавливались, а их сроки не соблюдались. Для повышения доступности лекарственных средств и оптимизации расходов на амбулаторное лекарственное обеспечение за счет отказа от услуг посредников ТОО «МФК Гиппократ» Управлением здравоохранения принято решение производить отпуск лекарственных препаратов через аптеки государственных поликлиник. К слову, данная мера позволит приблизить лекарственное обеспечение к населению и сэкономить бюджет в размере 1 миллиарда тенге. Кроме того, во избежание возможных сбоев поставок лекарственных средств государственным учреждением управления здравоохранения города Астаны предприняты меры по обеспечению диспансерной группы населения необходимыми лекарственными препаратами до конца января 2018 года. Стоит отметить, что полный список бесплатных лекарственных препаратов можно найти на портале электронного правительства. Ссылку вы сейчас видите на своих телеэкранах. Если все еще остались какие-то непонятные моменты, то проконсультироваться можно в лекарственном информационно-аналитическом центре по номеру, который вы сейчас видите. Звонок по Казахстану бесплатный. В Казахстане вместе с ценами на лекарственные препараты растет и объем их производства. Так, за 7 месяцев прошлого года объемы выпуска фармацевтических продуктов в республике превысили 41 миллиард тенге. Это более чем на 86% больше, чем годом ранее. В натуральном выражении производство лекарств достигло почти 14 тонн, что на 44,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. На три южных региона – Южно-Казахстанскую, Алматинскую области и Алматы – пришлось 92,3% произведенной продукции фармпрома в деньгах и 88% в тоннах. Осенью 2017-го в ЮКО компания «Химфарм» запустила цех на 200 миллионов таблеток в год с перспективой наращивания объемов до проектной ежегодной мощности в 600 миллионов таблеток и капсул, более 250 различных лекарственных средств. Производство будет полностью соответствовать казахстанскому стандарту качества GMP, который гармонизирован с европейскими стандартами фармпрома. Производители лекарств ожидают новшества, их будут инспектировать согласно стандартам, соответствующим европейским и американским, то есть каждые три года, чтобы обеспечить более высокое качество медицинских препаратов. До этого инспектирование происходило один раз за историю регистрации лекарства, то есть только на этапе регистрации препарата или завода-производителя. Кроме того, для борьбы с фальсификацией медикаментов планируется внедрение системы 2D-кодирования препаратов. Каждую пачку лекарств будут обозначать уникальным штрих-кодом, что позволит выявлять незарегистрированные упаковки. Фармацевтические корпорации страны перекрыли по итогам первого полугодия 2017 года 17% спроса на антибиотики и 43,6% спроса на прочие лекарственные средства. В то же время в Казахстане не выпускают такие фармакологические препараты, как провитамины, витамины и их производные. Здесь казахстанские потребители полностью зависят от импорта. Уже в ноябре прошлого года перед новогодними каникулами главный санитарный врач Казахстана обозначил список стран, куда направляться пока не стоит, иначе придется потратиться и на лекарства, и на лечение. Так, председатель комитета охраны общественного здоровья, Министерство здравоохранения Жандарбек Бекшин рассказал о серьезном положении с чумой на Мадагаскаре. В Йемене возросло количество зараженных оспой, обезьян, и лучше от поездок в эту страну воздержаться. В девяти странах Европы была зарегистрирована вспышка особо опасной лихорадки Легион Нелеза. Главным образом в Испании и Португалии. Болезнь, по словам Жандарбека Бекшина, дает тяжелую форму двусторонней пневмонии, поражает нервную систему, почечную систему и крайне тяжело протекает. 6 ноября сообщалось, что в Североказахстанской области зарегистрировано три завезенных случая заболевания лихорадкой деньги. Семейная пара заразилась во время отдыха в Таиланде, еще один путешественник во время поездки во Вьетнам. В общем, вывод такой, нужно быть осторожным и внимательным, чтобы не испортить себе отдых. Обсудить тему сегодняшней программы мы пригласили в нашу студию эксперта по интеллектуальной собственности Тимура Жаркенова и заместителя генерального директора Национального центра экспертизы лекарственных средств изделий медицинского назначения и медицинской техники Арнура Нуртаева. Господа, спасибо, что вы сегодня с нами. Ну и первый такой вопрос, почему в Казахстане дорогие лекарства? Спасибо большое, я, наверное, попытаюсь ответить на этот вопрос. Вопрос достаточно сложный. Мы, на самом деле, конечно же, в первую очередь, если мы говорим о государственных закупках, то есть о рынке гарантированном объеме бесплатной медицинской помощи, то стоимость лекарств, она уже на протяжении последних семи лет регулировалась Министерством здравоохранения. Эффективность регулирования – это вот большой вопрос. То есть правила были утверждены по ценообразованию, по референтному ценообразованию, но не всегда, во-первых, соблюдались, а во-вторых, наверное, здесь большую роль сыграл вот именно процесс вот этих правил, то есть сами правила, они позволяли производителям не соглашаться с той ценой, которую предлагал центр экспертизы, комитет фармации, и, соответственно, они могли сами устанавливать ту цену, которая была условно комфортной для них. После ряда анализов, аудитов в прошлом году было выявлено большое количество таких препаратов, часто оригинальных, стоимость которых должна была быть, конечно же, ниже, однако, то есть производитель, используя различные мотивы, там, говоря о том, что там большие расходы на логистику, там, маленькое количество населения в Казахстане, соответственно, маленькое количество упаковок, устанавливал свою высокую цену, да, которая, конечно же, там была выше, значительно выше, чем в других странах. Вот сейчас государством разработаны, Министерством здравоохранения разработаны новые правила, они сейчас находятся уже на согласовании в ассоциациях, и в ближайшее время они будут утверждены. То есть эти правила уже предполагают очень четкое и жесткое регулирование цен в части гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, когда цены на лекарства будут проходить определенную процедуру, в соответствии с которой, то есть если цена не устанавливается на уровне референтных стран, то препарат просто не закупается государством. Кстати, вот Астана вот в этом году, насколько я знаю, отказалась от посредников в части распределения вот этих лекарственных препаратов, да, и отдали все это, то есть в поликлинику может человек прийти и получить вот по гарантированному обеспечению всей препараты. И при этом Акимат заявляет, что они сэкономили на этом миллиард. Да, на самом деле в прошлом году опять-таки в результате вот той реформы, которая была принята в результате централизации амбулаторного лекарственного обеспечения, все лекарства для амбулаторных пациентов закупаются единым дистрибьютором, то есть одной точкой. Соответственно, консолидированная потребность и прозрачные процедуры закупа единого дистрибьютора позволили значительно сэкономить. То есть вот на первые три месяца этого года закуплены лекарства, и экономия составила порядка 10 миллиардов тенге. То есть это только на лекарствах. Что касается фармуслуги, о которой вы говорите, то есть до этого государство закупало фармацевтическую услугу у сетей, аптечных сетей для того, чтобы, то есть, ну, закупаются лекарства, и потом они должны быть распределены. То есть распределение шло через аптечные сети частные. Теперь это будет осуществлять в части регионов сами управление здравоохранения, сами через поликлиническую сеть они будут предоставлять пациентам лекарства. То есть что также позволит сэкономить, да, вы правильно отметили, что порядка миллиарда тенге только в одной Астане сэкономили, и таких случаев немало. То есть везде за счет вот именно передачи через услуги, фармуслуги через поликлиническую сеть появляется экономия, которую также опять направляют на закуп лекарств. То есть оптимизация процесса, она все-таки идет, да? Оптимизация, экономия, которая дает в результате увеличение бесплатных лекарств, которые амбулаторные больные могут получать. И, конечно же, в первую очередь это прекращение тех перебоев, которые были с поставками лекарств постоянно, ежегодно, в начале и в конце года. Потому что на самом деле же государство выделяет очень большие средства на все вот эти препараты. Единственное, там вот те самые посредники наверняка имели очень хорошую маржу, я так понимаю, да? То есть если в Астане только один миллиард, допустим, был сэкономлен. Ну, на самом деле экономия достигнута за счет того, что поликлиника взяла на себя все расходы по хранению этих лекарств. Назвать это какой-то сверхморжой тоже неправильно, потому что этот миллиард просто шел аптечной сети за то, что она предоставляла услугу. То есть это работают провизоры, это используются складские помещения, которые предоставляют место для хранения и условия для хранения лекарств. То есть сейчас просто управление здравоохранения решили сэкономить на этом и осуществляют полностью эту процедуру хранения и отпуск на местах в поликлиниках. Ну, вот у тех самых, что называется, бесплатных лекарств, которые для государства порой выходят очень дорогими, мы поговорили. Тимур, вам вопрос, почему другие препараты в аптеках у нас стоят дорого, в частности вот иностранные? Смотрите, во-первых, спасибо большое, что пригласили на передачу, да, и Министерство здравоохранения. И прям огромное спасибо, что такая оперативная обратная связь сейчас действительно, времена, видимо, действительно меняются. А теперь относительно сути вопроса. Видели, в чем дело? Очень интересный вопрос поднят на текущий момент. Почему же лекарства действительно дорогие? Как выяснилось, на текущий момент даже Министерство здравоохранения при всем своем желании не сможет купить лекарства по более дешевой цене. То есть сейчас даже Министерство и вообще в целом любой человек на территории Казахстана не имеет возможности купить ни у тех людей, которые его производят, и по тем ценам, которые этот производитель диктует сам. Выясняется, что... Ну, то есть это тот самый жесткий запрет на параллельный импорт. Абсолютно верно. Параллельный импортер может быть ведь не только и предприниматель. Параллельным импортером является, может быть, и государство. То есть СК-формация при желании захочет завести сюда какой-либо препарат напрямую, купив в другой стране, это тоже будет являться параллельным импортером. И те же самые штрафы, суды и прочее уже государство встанет в данном случае. Видите, в чем дело? Запрет параллельного импорта – это те наручники, которые государство само на себя надело. И в части, допустим, медикаментов, это вопрос очень острый и очень щепетильный. Сейчас, получается, даже государство или СК-формация, допустим, при желании, как единый дистрибьютор, захочет это сделать, ему скажут, извините, дорогие, но вы будете покупать конкретно ваша страна именно по этой цене. И нет никаких возможностей на текущий момент обойти этот запрет, который будет диктоваться данным предпринимателям. Я понимаю, что есть определенные посредники, помимо всего прочего, да? Но эти же посредники тоже же, понятно, что они с определенной маржой работают. Но они также являются заложниками этой ситуации. При желании, допустим, они могут, допустим, заводов там много на самом деле, купить у одного завода, либо у другого завода, хотя они объединены единым брендом. Сейчас права выбора нет. Права выбора не имеется. С другой стороны, я знаю, что, допустим, в Украине, в любой другой стране, в Кыргызстане, в Грузии, один тот же препарат у нас и у них, то есть у нас он намного дороже, у них он намного дешевле. Это вот тут сам продавец, производитель формирует цену, то есть говорит, что мы Казахстану будем продавать именно по такой цене. Как это происходит? Конечно же, да. То есть это компетенция самого производителя, который устанавливает ту цену, которую он считает нужной. Здесь самое главное, наверное, это проблема, которая решается сейчас. Это проблема того, чтобы государство могло сказать, нет, вы должны продавать под той цене, которую устраивает государство. То есть, соответственно, референтное ценообразование, то есть это идеальный инструмент, когда государство смотрит на цены в других странах и говорит, то есть цена на твой препарат в той же самой Турции составляет 100 тысяч тенге, и ты Казахстану не должен продавать дороже, чем, условно, 120 тысяч, 110 тысяч тенге. Но при этом, к сожалению, на сегодняшний день такого инструмента нет. Есть референтное ценообразование, есть, опять-таки, цена в 100 тысяч тенге в Турции, есть какие-то переговоры, на которых просто производитель официально заявляет, нет, я для Казахстана буду продавать. И ничего государство не может с этим сделать. Ну, здесь мы, заложники, получается, являемся заложниками того, что у нас нефть природная ископаемая, что мы богатая страна по сравнению с другими. Отчасти да, конечно же. Компании фармацевтические, крупная фарма, big pharma, так называемая, они считают, что в Казахстане достаточно зажиточные люди живут, и которые могут тратить намного больше, чем в той же самой Киргизии или на Украине, то есть или в Грузии. Поэтому, но при этом, наверное, в первую очередь здесь необходимо не переговариваться, а устанавливать четкие правила игры, которые позволят нам четко в рамках определенного регламента, то есть устанавливать ту или иную цену. Ну, то есть государство может поставить ультиматум, грубо говоря, ультиматум производительский... Любые правила для любой этичной зарубежной компании, это правила, которыми она всегда руководствуется. То есть если есть правила и требования снижать цену до уровня минимальной референтной, то компания будет руководствоваться. Если этого правила нет, есть возможность какая-то отказаться, то она, конечно же, воспользуется. Ну, то есть сейчас мы уже задумались об этом и готовы диктовать свои условия, то есть и свои правила игры, или это как-то на законодательном уровне должно быть? Мы уже разработали проект правил, и эти правила сейчас находятся на согласовании уже, то есть финальная стадия. Кто-то уже усовывает. До уже внутреннего согласования Министерства здравоохранения прошли эти правила, они направлены в ассоциации профильные, и в ближайшее время, мы полагаем, до конца текущего месяца эти правила уже вступят в силу. И начнется регулирование цен по новой системе. Если государство скажет, что ребята, вы заигрались, у вас слишком дорого, мы хотим гораздо дешевле, не повлечет ли это то, что производитель скажет, ну, тогда вам ничего продавать не будет? Или все-таки спрос настолько велик, что наш рынок все-таки интересен? Вероятность того, что какие-то компании могут уйти, она есть. И здесь вот как раз-таки очень важен именно вот этот элемент возможности осуществления параллельного импорта, о котором говорит Тимур. То есть параллельный импорт дает возможность, в случае, если оригинальный производитель отказывается поставлять по той цене в страну препарат тот или иной, то есть государство может прибегнуть к возможности использования параллельного импорта, инструмента параллельного импорта, с помощью которого оно может поехать в ту же самую Турцию и купить за эти 100 тысяч тенге этот препарат и привезти его в страну. А, ну, тогда хорошо. Единственное, решили с иностранными производителями, но у нас в Казахстане есть вот точки реализации этих самых лекарственных препаратов, то есть аптеки, да? Почему такой разлет? Вот в одной аптеке препарат может стоить, образно говоря, тысячу тенге, в другой он может стоить в два раза дороже. Этот рынок у нас тоже никак не регулируется? Ну, вот как я говорил в начале, что буквально с самого начала обретения независимости фармацевтический рынок был отдан, приватизирован полностью, да, то есть и отдан в частные руки. Конечно же, была надежда и желание, чтобы он сам себя зарегулировал, да, то есть чтобы появились рыночные отношения, чтобы аптеки в условиях конкуренции, дистрибьюторы в условиях конкуренции начали снижать цены, да, то есть идти рядом друг с другом, да. К сожалению, это вот за последние 26 лет не совсем произошло, да. То есть да, конечно же, 80-90% рынка – это конкуренция, где есть дистрибьюторы, которые, в принципе, соблюдают одну и ту же практически маржинальность, но есть факты и случаи, когда та же самая аптека, используя там свои хорошие там условия, там, месторасположения, да, то есть или еще что-то, свою популярность начинает повышать какие-то цены на определенные группы препаратов. Соответственно, отсутствие четкого регулирования со стороны государства и приводит к тому, что вот появляется этот разлет. Вот, конечно же, как правило, он незначительный, но есть исключения. Есть исключения и в рознице, то есть это в аптеках, и у дистрибьюторов. То есть если у дистрибьютора разлет происходит, то, конечно же, дистрибьютор поставляет это в аптеку, и аптека, даже не желая и используя минимальную наценку за свои услуги, она все равно будет продавать дорого этот препарат, потому что дистрибьютор уже наценил его очень дорого. То есть вот это и предполагает новый законопроект, который сейчас находится уже в Мажелисе. Это внедрение ценового регулирования на все лекарственные средства, которое позволит именно не только в государственном секторе контролировать цены и регулировать их, но и в розничном. Но не регулировать там жестко, а просто устанавливать предельную цену. Когда лекарство не может стоить дороже определенной цены, а ниже, пожалуйста, то есть это конкуренция, то есть возможность конкурировать. Ну, в процентном соотношении вот эта самая маржа, вот она как-то определяет, будет определена, допустим, не выше, там не ниже? Да, на сегодняшний день это есть достаточно такие рыночные градации, да, то есть это от 50 до 10 процентов в рознице, да, то есть почему 50, да, то есть это звучит много, да, то есть на самом деле это самые недорогие, самые дешевые лекарственные средства, которые стоят менее там 100 тенге. Конечно же, чтобы не вымыть эти препараты с полок, необходимо им просто дать возможность зарабатывать больше аптекам на этих препаратах, соответственно, то есть на них будет 50 процентов, и по степени дороговизны, то есть на самые дорогие там 10 процентов. Для оптового рынка, для оптовиков это будет от 20 до 10 процентов. Ясно. Ну, Тимур, к вам вопрос по интеллектуальному праву, тот самый параллельный импорт, я знаю, вы в этом очень хорошо разбираетесь. Практика показывает, что вот именно на лекарственном рынке, да, на рынке он получается самый такой жесткий и контролируемый со стороны именно европейских производителей. Да, на самом деле действительно, в других странах это очень жестко смотрится, но есть и такие достаточно печальные прецеденты, допустим, в Российской Федерации, но в той же самой Украине, бывают такие перегибы, когда действительно за счет злоупотребления интеллектуальной собственностью начинаются те или иные игры с ценами. На самом деле товарные знаки это только часть интеллектуальной собственности. Есть еще такое понятие, как патенты, да, есть такое понятие, как вечно зеленые патенты. То есть это снова уже один из инструментов влияния на рынки, когда владельцы тех или иных формул, молекул, пользуясь своими правами, на эти формулы могут очень сильно играть на мировом рынке. Монополизируют? Однозначно, однозначно. Монополизация идет, причем такая космическая. И действительно они вкладываются в это развитие. Это никто не спорит, действительно они большую роль играют. Но при этом и потом начинают использовать это право своей интеллектуальной собственности на те или иные патенты, чтобы диктовать свои условия на рынку, по какой цене они будут это продавать. Причем на текущий момент действительно, согласно законодательству по интеллектуальной собственности, они имеют право это делать. И тут конкретных решений этого вопроса у меня пока не имеется. Но прецеденты такие существуют в межевой практике. Здесь мы можем однозначно сказать, что в Казахстане нужно отменить запрет на параллельный импорт именно на лекарства? Или опять же точечно надо это прорабатывать? Моя позиция какая? Мы, допустим, вчера встречались с Министерством здравоохранения. Кстати, еще раз повторюсь, я был очень удивлен. Такой быстрой обратной связи, причем обычный пост в Фейсбуке. Поэтому очень была продуктивная встреча. Что я предложил там? На самом деле я ничего предложил, ничего нового. Я лишь озвучил те предложения, которые существуют в мировой практике. То есть параллельный импорт – это единственная возможность о том, чтобы государство не связывало себе руки. Это не значит, что сразу же взять, открыть все ворота, особенно по такой щепетильной теме, как медикаменты. Я лишь говорю о том, что действительно государство имело право это сделать. С другой стороны, я предложил… Ну, если честно, да, я не всем доверяю государственным органам. Ну, в целом, как механизму. Потому что государство не может, может быть, даже и не должно в некоторые сферы лезть. Но при этом контроль должен быть обязательно жесткий. Я предложил сейчас воспользоваться тем инструментом, который у нас в Казахстане сейчас в рамках госполитики внедряется. Это институт саморегулирования, чтобы с учетом государства мнения, чтобы он также в этой ассоциации принимал участие. Но были какие-то механизмы саморегулирования, чтобы там, как бы, правила игры были определенно устраивались именно на этой площадке. Плюс ко всему есть опыт Грузии, к примеру. В Грузии пошли очень… Есть еще согласовательные процедуры. Почему лекарство не может зайти на территорию Казахстана? Там есть определенные процедуры, которые длятся 4-5 лет, бывает. Ну, примерно. И в Грузии пошли простым путем. Они сказали, в Европе очень сильно это развито. Это сертификация, научный анализ, лабораторные исследования. Они на голову впереди нас. И при всем желании нам это будет очень дорого вставать. Все эти моменты. Почему у нас, собственно, это все долго тянется? Простой принцип они взяли. Что не убьет немца, француза, то не убьет грузина. Если они там сертифицировали ту или иную продукцию, зачем нам делать то же самое? Мы явно не умнее, чем они. И у нас, тем более, нет таких ресурсов все это делать, чем у той же самой Европы. К примеру, не только Европа. Есть различные организации, которые тем же самым занимаются, насколько я понял. Тут, наверное, нужно более компетентно в данной области. Но суть какая? Они отменили весь этот механизм и раскрыли ворота на Грузию. То есть меньше бюрократии, больше доверия именно европейским стандартам. Да, на самом деле стандарты там действительно очень грамотные. При всем их скептическому отношению, скажем так, к чужому мнению, я очень критично к этому отношусь. Но при всем при этом нужно принимать как данность. Они действительно в этом профессионалы. Что ж, последний вопрос у меня. Вот коротко. Да, нет, от вас хочу услышать. Есть ли надежда, по-моему, вопрос, который больше всего волнует наших граждан, есть ли надежда, что в скором будущем лекарства в Казахстане станут дешевле? Я точно могу ответить, что, конечно же, да. Это не касается всех лекарств. Все-таки надо понимать, что у нас рынок, конечно же, он формирует определенные вот эти рыночные отношения, когда если есть генерики, то они, конечно же, стараются стоить дешевле. Вот это ваше условное, да, он заселяет надежды. Да, но сейчас самое главное, наверное, это то, что точно да, что оригинальные препараты будут стоить дешевле. Государство будет закупать их больше и будет больше закупать лекарственных средств в рамках бесплатного обеспечения. Соответственно, то есть мы надеемся, что, не надеемся, а уверены, что люди будут больше получать возможности тратить деньги не на лекарства из собственного кармана, а на какие-то другие вещи, а государство будет обеспечивать их бесплатными лекарствами. Спасибо вам, господа, за то, что пришли сегодня к нам. Очень было приятно с вами пообщаться. Благодарю вас. А на сегодня у нас все. Спасибо за внимание. Увидимся через неделю. Удачи вашему бизнесу. Субтитры создавал DimaTorzok